МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представлен объем работ, выполненных в рамках реализации проекта реконструкции парка Бульвар Наурыс. Город Мастеров собрал жителей и гостей Аксая. Теперь об этих событиях подробнее. Общественный фонд Наурыс, созданный инициативной группой предпринимателей в 2017 году, представил общественности объем выполненных работ по реконструкции парка Наурыс. Делегации во главе с Акимом района совершили обход территории парка. Для членов инициативной группы рассказали о ходе проекта и отчитались по выполненным работам. В рамках реализации проекта по реконструкции парка Наурыс был проведен осмотр результатов выполненных работ. На сегодняшний день выполнены работы по сооружению аллеи из арок. Но, как отметили члены инициативной группы, нынешние состояния арок в виде вьющихся растений – явления временные. И их в скором времени оформят другим материалом. Планируется оформить арку декоративным зеленым покрытием. Хочу подчеркнуть один момент. Вот вы видите, вот это лианы, которые делаются. Это будем говорить так временно. Мы планируем вообще, мы ищем активно, где взять. Может, вы подскажете, вот как у уральски сделано. Видите, густой этот, траву или там изгар, не знаю, как точно называется. Вот мы хотим сделать. Члены инициативной группы заверили, что обязуются завершить эту работу. Также они отметили, что в парке установлено освещение, и для этого приобретены энергосберегающие лампочки. Местами обновлены и дополнительно установлены скамейки и урны. Далее предпринимателям поведали об оборудовании столов для игры в шахматы или другие настольные игры. Все работы выполнены в рамках проекта по реконструкции парка. Стартовой площадкой работ стало создание фонда под названием «Наурез», куда все неравнодушные предприниматели района вносили денежные средства. Мы собрали 15 миллионов денег от предпринимателя нашего города. Но работы сделаны здесь на все 24 миллиона. Все остальное нам спонсорскими материалами кто-то заходил, кто-то просто своими силами помогал. Например, ИП Гуренко, он сам лично отремонтировал эти лавочки, все урны. Только если оценивать его работу, тут будет полтора миллиона. Если в цифрах, то вот такое вот. И от нас, от фонда, от предпринимателей, что осталось делать? Мы хотим доделать эту арку, потому что там листва такая негустая, и всем понятно, что она некрасивая. И у многих, наверное, населения, что это за, ну, не совсем так вот красиво. Мы обязательно это доделаем. Сейчас мы смотрим, где мы можем купить. Пусть не поздно осенью, может быть, к весне мы эту работу завершим. И осталось у нас, что там где-то шахматные сделали. КПО, профсоюз оплатили вот эти вот столики. Там осталось доделать брусчатку, чтобы было очень удобно туда подходить. И на этом все. Почему? Потому что мы не знаем, нас, конечно, просят, чтобы мы продолжали работать. Все упирается только в финансы. Вот только в финансы. Люди готовы. Просто хочу отметить Ахмеда Италиева, вот как из нашего фонда. Это тот человек, который действительно с большим сердцем. Он здесь, наверное, знает каждый куст, знает каждое дерево, где растет и вообще, как оно живет. Потому что он жил этим проектом. И очень хочу отметить от себя лично Гадельшеева Бахчана. Это тоже человек с огромным сердцем, который где не хватало, где каких финансов не хватает, он везде просто берет с кармана, достает и ни о чем не задумывается. Даже не считает этих денег. Я горда тем, что во время прохождения этого проекта я узнала своих предпринимателей нашего города. На самом деле узнала, кто болеет за этот город, а кто только обещает. Были такие. С нашим проектом были согласны многие, но по факту поддержали не так много. По словам Фирии Галиевой, деньги по данному проекту еще поступают в фонд, но их пока никуда не распределяли. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». В рамках празднования Дня города, который был широко отмечен в Аксае, проводился ряд мероприятий, в числе которых – ярмарка изделий ручной работы. На одной из главных улиц города был организован город мастеров. Здесь же расположились юрты, в которых делегации из всех сельских округов представили свои экспонаты и изделия. Город мастеров расположился по улице Железнодорожная. Более 20 юрт открывали свои двери гостям и жителям города. Прямо на улице в казанах жарились баурсаки, варились пловы и другие блюда, которыми угощали пришедших на ярмарку гостей. Согласно традициям нашего гостеприимного народа, представители из сельских округов и города в национальных костюмах зазывали прохожих в свои юрты. Там же были представлены работы мастеров на все руки. Здесь были изделия разного вида и жанра. Жители Аксая и гости из Уральска привезли на ярмарку свои работы. Это и картины, сотканные бисером, нитью, созданные красками, заколки, бантики, ободки и украшения из стекла, бусинок и других материалов. Кожаное изделие, посуда, расписанная в азиатском стиле, а береги, сделанные своими руками. Работаем в сфере сувенирной продукции, изготавливаемой в Республике Казахстане, а также в Центральной Азии. В основном у нас продукция идет по двум направлениям. Это керамика среднеазиатская и также кожаные изделия тоже в среднеазиатском стиле, в особенности в казахском стиле. У нас производят разные мастера. Есть мастера, которые делают это в городах Туркестана. Туркестан, в частности, Абай Распаев. Его изделия иногда завозим. Также у нас есть своя производственная мощность в городе Уральск. Там некоторые изделия делаем. Некоторые изделия завозим из Узбекистана. У мастера Шарфидина Юсупова и его сына Фердалса Юсупова. Рисунки, которые делаются в Казахстане, они делаются уже в нашем стиле. А которые делаются в Узбекистане, уже идет среднеазиатский стиль. В частности, узоры мехроп, уже творческие представления, творческие начинания, видения мира уже самих художников, которые разрисовывают, расписывают продукцию и тому подобное. Также это были и цветы в рамочках для украшения комнат, и сувениры из дерева в национальном духе, и многое другое. Экспонаты из музеев также переехали на время на выставки. Одними из ярких изделий, созданных руками человека, стали костюмы так называемых новейших золотых людей. То есть, современный аналог видений дизайнера, прототипа золотого человека. Прибыли эти, в прямом смысле этого слова, блестящие люди из Пугачева. Это была задумка от Дисней, это там, по идее, люди ходят, тоже мужчины и женщины в стеклянном, у них зеркальная получается одежда. Увидела, очень понравилось, дети фоткались, там были, ну, эмоции тоже такие же, как и здесь. Вот, конечно же, не то, что хотела, но за буквально пару дней мы с дружным коллективом все это собрали, все это сделали. Очень легко даже делать, много, так сказать, материал не уходит у нас. И такая у нас шикарная сегодня погода, и костюм видно, и народ любуется. Прогулка гостей города мастеров сопровождалась музыкой, льющейся из народных инструментов оркестра районного центра досуга, создавая добрую и приветливую атмосферу праздника, хорошего настроения, оставляя в душе прибывших приятные впечатления не только от демонстрации красоты, таланта, но и помогая осуществить близкие сердцу покупки. Мира Султанова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире.